Юрий Хохлов и Юлия Денисенко – единственные в мире дрессировщики белых медведей. С обитателями Северного полюса работают уже более 20 лет. У четырех девочек – умки, моти, доры и кнопки – особый характер. Секрет успеха дрессировщиков – дать животным больше свободы. Чтобы они себя более комфортно чувствовали. У нас нет нереальных, допустим, трюков, которые мы не заставляем животное, как правило, оно в удовольствие старается делать то, что ему классно. Сейчас немножко сложнее, потому что все-таки лето. Летом всегда сложнее работать. На полу делают нормально. Заметили, на вальс выходишь, вставать надо, не хочу вставать, там же жарче, чем внизу. В новой программе пермского цирка – белые медведи, верблюды, королевские пудели, попугаи. Для зрителей выступят воздушные гимнасты, пройдутся парадом велофигуристы. Клоун – он же руководитель шоу, программы и постоянный участник международных фестивалей в Европе, США и Канаде Сергей Просвирнин. Вы видели, клоуны немножко работают, ваш покорный слуга, в другом направлении. У меня нет большого поролонового носа и рыжего парика. Я работаю со своим лицом. Программа решена, вы видите, сквозным действием проходит клоун через весь спектакль. Я вроде как не участвую в номере с верблюдами, но заключаю этот номер. Здесь нет конферансье, как в привычном цирке. Это единый спектакль от первой до последней минуты, в котором нет пауз. Все действия на манеже построены по принципу колеса сира. Этому жанру в мировом цирке всего 4 года. В зале – ханшлаг. У нас зал вмещает один из самых больших залов в Перми – 2237 мест. Но сегодня процентов 70 у нас заполняемости есть, чему мы очень рады. Это только начало, я думаю, что к нам пермики пойдут. Новое шоу «Белых медведей» уже завоевала любовь зрителей в Иваново, Кирове и Туле. Пермики новому шоу рады. Дети, по-моему, очень довольны. Особенно дети. Ну, взрослые тоже в цирке, как дети, становятся. Так что программа приятная. Ждем увидеть белых медведей. Очень понравились акробаты, собачки, верблюды. Очень хорошее шоу, очень весело. Ребенок у нас первый раз в цирке, полтора года, но он высидел час, без проблем. Гастроли в Перми продолжатся до конца августа. Далее артисты отправятся на фестивали во Францию и Италию. Руслан Пепеляев, Тимофей Салов, телекомпания «Аветта». Руслан Пепеляев, Тимофей Салов, телекомпания «Аветта».